МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ждатели наводнения в этом году в районах края готовятся к масштабным противопаводковым учениям. Как бороться с коррупцией, ответ на вопрос пытались найти студенты и преподаватели классического университета. Почувствовал себя вожаком среди местных обезьян в Барнаульском зоопарке новый питомец макак Кирилл. Итак, наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в крае до сих пор превышен. Хотя, по свежим данным специалистов Роспотребнадзора, за последнюю неделю в регионе зарегистрировано 23 тысячи вновь заболевших. Это на 3 тысячи меньше, чем недели ранее. В медицинских и образовательных учреждениях сохраняются ограничительные мероприятия. На данный момент на карантин закрыты 5 школ и 3 детских сада. Врачи не советуют расслабляться и рекомендуют соблюдать хотя бы элементарные меры профилактики, чтобы не допустить заражения. Меньше всего это надо ходить больным на работу, меньше посещать именно какие-то массовые места скопления людей. Если все-таки вы пошли куда-то, то рекомендовано надеть медицинскую маску, чтобы уберечь себя. В Роспотребнадзоре добавили, что уже зарегистрировано свыше 200 случаев заражения гриппом. На прошлой неделе стало известно, что в регионе от смертельного вируса скончался пациент. В этом году грипп дает много осложнений, говорят медики. По предварительным подсчетам, количество больных пневмонией будет значительно больше, чем год назад. Поэтому уже при первых признаках болезни нужно немедленно обращаться к врачу. Кстати, информация о том, что в детской инфекционной больнице номер 2 в Барнаула к основному заболеванию пациенты получают дополнительную ротовирусную инфекцию, не подтвердилась. Это показала служебная проверка, которую организовали сотрудники больницы сразу после обращения нашего телеканала. Напомним, в социальных сетях родители маленьких пациентов неоднократно жаловались на то, что попадая в клинику с одним недугом, дети получали еще другие. Специалисты медучреждения проверили больницу на предмет соблюдения норм Санфин. Никаких нарушений обнаружено не было. Факт заражения ротовирусной инфекцией не подтвердился. А вот подтвердить на 100%, что в регионе в этом году будет серьезный паводок, пока никто не берется. Хотя к масштабным противопаводковым учениям уже готовятся. В муниципалитетах отрепетируют эвакуацию жителей и размещение их во временных пунктах. По предварительным прогнозам, наводнение этого года затронет 20 районов. Когда именно придет волна? Летом или уже в марте, как в прошлом году, пыталась разобраться Анастасия Дороган. Молодежная, полевая, центральная вот эта сторона. Эти улицы поселка Лебяжьи под водой каждое лето. За исключением прошлого, когда у водоема сточных вод установили насосную станцию. Люди говорят, работала круглосуточно, потому мотор уже меняли. Оправдает ли он надежды этой весной, пока не проверить. Там по пояс снега. Надеемся, что там ничего не перемерзнет. Защищать участки будет водоотводная траншея. В прошлом году она спасла от воды две трети подтапливаемых обычно домов. Сейчас ее удлиняют на сотни метров. Вся зона подтапливаемая, разбита системой водоотводных арыков. И, конечно, хотелось бы, чтобы они были не в земляном исполнении, а в лотковом. Поэтому, я думаю, еще не в течение нескольких лет работы будут продолжаться. Но вот самый основной отрезок, аккумулирующий, основной поток талой воды и грунтовой, мы закончим в этом году. Кстати, в этом же году, в октябре, должны построить и защитную дамбу в Черышском, обещанную еще после наводнения 2014 года. Сейчас она готова на 80%, заявили в местном МЧС. Но даже в таком виде сможет отвезти волну от поселка. А пока в предгорных и приапских районах готовятся к масштабным учениям в марте. Подготовка, пункты временного размещения ведется, документация, личный состав, оповещение, раздача памяток населению. А в действиях при наводнении уже раздается. А уже раздается. В течение месяца у нас ведется работа с населением. И вся эта работа может быть напрасной. Специалисты только выстраивают графики осадков, температуры. Даже обилий снега этой зимой с наводнением сейчас не связывают. На эту весну, по крайней мере, я сейчас могу сказать, что у нас количество снега это примерно среднее. Или даже немножко меньше. Чтобы для этого все каким-то образом спрогнозировать, это дождаться конца марта, чтобы получить вот эти все осадки. Судя по прогнозам, в ближайший месяц снегопадов не будет. Но не повторится ли в марте сезон дождей? Пожалуй, это и станет определяющим фактором. Ведь, по словам экспертов, земля успела промерзнуть. А значит, впитать всю влагу не сможет. И тогда велика вероятность, что жители двух десятков районов вновь будут спасаться бегством. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. Наши новости. Продолжим. Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман подал в суд на депутатов городского совета. Городоначальник считает, что работает хорошо, а вот народные избранники с этим не согласны. Они поставили руководителю города неудовлетворительную оценку. Наши рубцовские коллеги пытались разобраться в противостоянии слова Яни Писаревой. На улицах Рубцовска по-прежнему скользко и грязно. И это понятно, ведь администрации города некогда решать проблемы рубцовчан. Все силы направлены на борьбу. Но не со свалками и снегом, а депутатским корпусом. Дмитрий Фельдман подал в суд на горсовет с целью признать неправомерным решение депутатов, поставившим неуд за его работу в прошлом году. Городоначальник говорит, что стал главой не так давно и поэтому как бы не виноват в том, что творится в Рубцовске. Хотя по факту он попросту пытается снять с себя ответственность. Ведь в руководстве административного аппарата он находится уже давно. Сначала был первым замом Владимира Ларионова. А затем, когда тот покинул пост еще в сентябре 2016 года, взял на себя руководство города. Затем был выбран главой администрации Рубцовска. А далее в связи с изменениями в законодательстве стал называться главой города. Но функциональные обязанности его остались прежними. Так что как ни крути, но все последние годы именно Фельдман является градоначальником. Вот только при его руководстве Рубцовск погряз в массе проблем. Ответственность за происходящее в городе глава с себя пытается снять. За это и получил соответствующую оценку. С позиции депутатов согласны и горожане. Какую оценку может получить мэр, если в городе не чистят дороги? Некоторые места превращаются в свалки. Например, бесконтрольно продолжают вываливать мусор на территорию ОТЗ. Банкротятся предприятия. Благоустройство выполняется с большими нареканиями. Да и жителей администрация просто не слышит. Депутаты на сессиях пытаются решать городские проблемы. А вот чиновники ходят туда совсем для других целей. Как себя ведут работники администрации на сессии? Просто депутаты первые два ряда занимают, а они в конце обычно сидят. И просто уже по-хамски отношения к депутатам. Комментируют выступления, выкрикивают, хлопают. Ведут себя как нашкодившие школьники, которым поставили двойку. А они не чтобы справляться. Они решили вот так. А тем временем проблем в городе не уменьшается. Депутаты неоднократно призывали главу решать их сообща. Ведь обе ветви власти должны совместно заботиться о благополучии горожан и развитии Рубцовска. Мы говорили с ним, что мы вместе будем решать все проблемы. Ну вот после избрания как-то мы вместе отделились. И проблемы отделились. Получилось отдельно мы, депутаты, отдельно глава. И отдельно те проблемы, которые возникли в городе. Старания главы города отменить решение депутатов сейчас вполне объяснимы. Через месяц народным избранникам предстоит вновь оценить работу администрации. И второй подряд поставленный неуд может отправить градоначальника в отставку. Но этого факта уже не отменить. На днях стало известно, что депутат Краевого законодательного собрания Ирина Теплова стала фигурантом уголовного дела о растрате 100 миллионов рублей. В деле она проходит как директор предприятия оборонной промышленности Бийска. Как бороться с коррупцией, когда в СМИ регулярно появляется информация о новых случаях хищения и взяток, в которых замешаны алтайские чиновники? Этим вопросом задались студенты и преподаватели классического вуза. Тему продолжит Ирина Корчагина. Алтайский край не входит в список регионов с прозрачным бюджетом. У нас процветает коррупция. Такие заявления звучали в рамках круглого стола, который посвятили борьбе со взятками. Самым символичным и показательным назвали последнее громкое дело. В ноябре прошлого года за взятку в 5 миллионов рублей задержали полковника полиции Вадима Надводского, который по должности был главным в регионе борцом с коррупцией. Я сталкивалась с этим в основном в правоохранительных органах. В основном в правоохранительных органах. Когда рассмотрение вопроса упиралось в то, дам или не дам. Дать или не дать, такую психологическую игру провели со студентами докладчики. Ведь коррупция требует участия двух сторон. У Дениса не будет сложностей никаких. Все, то есть с учебой нормально все. А это уже не игра. Но действие происходит в том же классическом университете. В 2014-м в получении взятки на сумму почти 150 тысяч рублей обвиняли Виталия Сорохина. Декана юрфака теперь уже бывшего. В итоге статью переквалифицировали на превышение полномочия. Судили условно, а затем амнистировали и сняли судимость. Дела продолжают выпускники. Сейчас судят депутаты АКЗС Андрея Волкова за хищение 43 миллионов рублей. Впрочем, от профиля вуза ничего не зависит. Две недели назад заведено дело на преподавателя аграрного университета. Он не просто брал деньги, но еще и обманывал студентов. Обещал, что сможет повлиять на решение других преподавателей за вознаграждение. Сумма в этом деле фигурирует по коррупционным меркам небольшая – 118 тысяч рублей. Но на встрече напомнили – подкупом считаются даже конфеты с коньяком, особенно если на бутылке сразу пять звезд. Это как раз обуславливается тем, что мы более открыты друг к другу. Что если нам сделали хорошо и добро, то и мы хотим отблагодарить так же, без злого умысла абсолютно. Контролировать себя – это одно, но как контролировать чиновников? Ученые предлагают создать в регионе сайт «Открытый бюджет». Это отдельный сайт, на который можно зайти, и там в открытой для населения, в доступном для населения форме, с использованием графиков, диаграмм, цифр, рассказывается населению о доходах, расходах бюджета. Кстати, такой портал уже работает в крупных городах России. По форме он похож на сайт госзакупок. И разобраться в нем может любой – от студента до пенсионера. Теперь вопрос в том, одобрят ли идею открытого бюджета сами чиновники. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. Наши новости. Тем временем сотрудники полиции готовы усмирять нарушителей с помощью новых камер видеонаблюдения. Их установят на самых проблемных участках трасс края и Барнаула. Об этом сегодня заявил начальник краевого ГИБДД. Самыми аварийными участками федеральной дороги Р-256 или иначе Чуйского тракта считаются отрезки в Казихинском и Троицком районах. Именно там, по статистике, происходит больше всего ДТП, зачастую со смертельным исходом. Первое место в этом рейтинге по-прежнему у краевой столицы. В Барнауле более 50 опасных перекрестков. С нарушителями сотрудники ведомства пытаются бороться, в том числе с помощью камер видеофиксации. Так, за два последних года с помощью современной техники было выписано более 55 тысяч штрафов. Общая сумма за все виды нарушений правил дорожного движения только в прошлом году оказалась равна почти миллиарду рублей. И это несмотря на то, что, по словам руководителя ГИБДД региона, в последнее время количество аварий пошло на спад. В 2018 году удалось улучшить ситуацию, связанную с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. Так, при снижении общего количества ДТП на 18%, доля таких ДТП, в которых сопутствующим фактором явилось управление транспортным средством в состоянии опьянения, снизилось и составило всего 10%. Вот погонять на территории этого места автомобилистам не получится. Там пройдет целая сеть пеших экологических троп. До конца года в Алтайском крае появится национальный парк Тогул. Сегодня факт подтвердил министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Попридухин на расширенном совещании, посвященном итогам года и ближайшим планам министерства. Для Алтайского края Тогул станет первым национальным парком. Он будет расположен на территории трех районов – Заринского, Тогульского и Ельцовского. Площадь составит 160 тысяч гектаров. В прошлом году министерство завершило все необходимые научные исследования и теперь предстоят общественные слушания. Известно, что в отличие от других особо охраняемых природных территорий, парк получит федеральное финансирование. Это позволит, по словам министра, обеспечить должную охрану нетронутых ландшафтов. Отличительной чертой парка станет и то, что он будет открыт для туристов. Создание национального парка как такового, оно в действительности предусматривается в первую очередь не просто сбережение природной среды, но и показать людям те уникальные уголки нашей природы для того, чтобы и внутренне подготовить наше население к сбережению подобного рода природных систем как таковых. Ну и добавим, что о создании национального парка на территории края упомянул накануне и президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Речь шла о реализации одного из приоритетных федеральных национальных проектов – экология. Всего в его рамках предполагается до 2024 года создать 24 национальных парка по всей стране, два из которых в нашем регионе. Вторая после Тогула особая охраняемая природная территория появится в Горной Колывании. Но когда именно – пока не уточняют. А вот в Барнаульском зоопарке уже появился новый питомец. За пару часов он стал вожаком в вольере обезьян. Яванский макак Кирилл на днях приехал из Хакассии. Он уже адаптировался, дал понять, что любят вареные картофель, морковь, свеклу. А вот почему его побаиваются зоологи и когда Кирилла смогут увидеть жители города, расскажем далее. Кирюш, Кирюш, иди сюда. Кирюш, иди сюда. Там клыки-то какие, емое. А еще вчера он был ласковый макак. Сегодня Кирилл узнал, что на свете есть овдовевшая макака Мася. Одна совсем близко, но к ней Кирюшу не подпускают. Животным надо сначала принюхаться друг к другу. Поэтому самец такой агрессивный. Яванский макак, или как его еще называют, макак-крабоед, приехал на днях из Хакассии. Ему 8 лет, домашний. За всю жизнь он знал только одного мужчину, своего хозяина, который и отдал питомцу Барнаульскому зоопарку «Лесная сказка». У него появились сородичи, то есть особи его вида. Возможно, ему этого столько лет не хватало, хотя мужчина мог заменять ему того же сородича или родственника. Возможно, макак считал, что этот мужчина является просто его братом, так сказать, или каким-то собратом, напарником. В зоопарке уже жили две обезьяны – макака Мася и ее подруга, мартышка Чита. Самок связывали не только дружеские отношения, поэтому теперь Чита очень ревнует Мася Кириллу. Пока этот любовный треугольник держат раздельно. Зоологи не исключают, что в будущем буря и безумие в вольере поутихнут, и обезьяны смогут жить втроем, шведской семьей. Через некоторое время, конечно, можно их уже запустить, то есть самки будут в половой охоте, и, конечно же, мы будем надеяться, что у них появится маленькое потомство. Жители Барнаула смогут увидеть нового обитателя зоопарка, когда на улице потеплеет хотя бы до плюс десяти, и Кирилла с его подружками выпустят из вольера в эту клетку. Ирина Корчегина, Александр Антропов. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Если повышен холестерин, и вы ищете замену вашему обычному лекарству, Атероклифит – натуральное лекарство для снижения холестерина. Атероклифит – фитотерапия от «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На территории края почти везде ясно, тепло. В Рубцовске – до семи, ниже на лябийске – до пяти, в Белокурихе – до минус трех. В Барнауле пасмурно, юго-западный умеренный ветер. Ночью – минус шесть морозов, днем – до четырех. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. Все новости к этому часу. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok